Запах краски постепенно покидает учебные стены. Школы заканчивают наводить лоск, но чтобы школу позволили открыть, следует удовлетворить с требованием надзорных органов. В Чебоксарах стартовали приемки образовательных учреждений. На что комиссия обращает особое внимание, расскажет Рифат Фаткулин. Чебоксарская школа номер 59 готова хоть сегодня начать уроки. Кабинеты в полной готовности. Специальная комиссия, куда входят специалисты управления образования, сотрудники Ростехнадзора, МЧС, МВД и Росгвардии заглядывают буквально в каждый уголок. В поле зрения все. Документация, учебные планы, оснащенность классов мебелью, оборудованием. Особое внимание, конечно, к санитарным нормам. В бой с коронавирусной инфекцией идут рециркуляторы воздуха, санитайзеры и такие вот дезинфекторы со встроенным инфракрасным термометром. Измерение температуры и проведение дезинфекции. То есть быстро, поточно все. Вот он, мое лицо сразу и моя температура тела. 36,4 вот он написан. Особая кровопроверки, безопасность учащихся. Школа оборудована и видеокамерами, и тревожной кнопкой, и противопожарной сигнализацией. В здании должны быть в наличии и первичные средства пожаротушения. Надо смотреть, чтобы был исправен пломба одноразовая, давление, чтобы соответствовало, и чтобы самый главный раз, потому что у нас был огнетушитель. Пристально следят и за антитеррористической защищенностью. Работа по городу Чебоксара проведена большая, созданы необходимые условия по антитеррористической защищенности. В частности, это периметр всех наших объектов, обнесен ограждением. Установлены новые, в том числе, откатные ворота. В детских садах у нас для безопасности установлены домофоны для того, чтобы можно было ограничить доступ, скажем так, посторонних лиц. Это и видеонаблюдение, это освещенность. Комиссия будет принимать экзамен у школ две недели. Время навести лоск еще есть, ведь процесс обучения должен быть комфортным для каждого ученика. У нас школа является пунктом проведения единого экзамена, и мы начали подготовку, в общем-то, с первого июля только. Но, несмотря на это, школа на сегодняшний день 100% готова к приему детей с первого сентября. Проведены ремонтные работы, оформительские работы. Замечаний по приемке у нас нет. Школа поддерживается ежегодно в хорошем состоянии. В столице республики 62 учебных заведения. В школах надеются первого сентября увидеть учеников не через экраны компьютеров, а на праздничной линейке. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика.